Хор Гармония Руководит старшим хором гармонии Екатерина Попова. Это благодаря ей коллектив вышел на международный уровень и по праву считается одним из лучших в стране. Она работает в пятой музыкальной школе с 2004 года, а спустя 10 лет получила звание лучшего преподавателя Самарской области. Говорит, музыка – ее жизнь, а ученики – семья. Они большие умнички, они такие труженьки, они очень творческие, несмотря на то, что они учатся в школе, они очень много приходят сюда и работают. Работают наравне со взрослыми людьми. Просто опыта у них житейского еще очень мало и, конечно, они всегда не могут прочувствовать высокую поэзию или какую-то очень глубокую трагическую музыку. И поэтому мы как-то вот сообща находим какое-то свое дуновение, свой образ. Некоторые вокалисты после окончания музыкальной школы продолжают ходить на репетиции и участвовать в хоровых конкурсах. Пятеро человек из гармонии поют в сводном хоре России, в составе которого выступали на закрытии Олимпиады в Сочи. Ну это было не забываемо, конечно, что говорить. Было настолько все организовано и хорошо, то есть о нас там заботились, как о звездах, наверное. То есть все нас как-то поддерживали, были очень долгие репетиции, мы уставали там, приезжали в санаторий, где мы жили в три часа ночи, в семь уже подъем, то есть очень уставали, но все нас поддерживали и мы ждали, конечно, этого дня. Творческие поездки в другие города и страны для гармонии не редкость. График у хора расписан на месяцы вперед. Славься, Отечество наше свободное! Мы были на самом деле не такой дружной семьей, как после этих поездок, потому что нас они скрепили, нас они как-то соединили. Мы стали чувствовать, вот именно музыку мы стали чувствовать, наверное, по-родному, тепло очень. Екатерина Попова заразила музыкой всех. Некоторые из ее воспитанников поступили в музыкальное училище на хормейстеров. Решили пойти по стопам своего преподавателя. Я с нее пример беру, то есть она такая умная, она мудрая, она умеет хорошо объяснять, разговаривать. И даже, знаете, она мне лично трудные моменты поддерживает. То есть таким преподавателем, как она, это очень большого стоит, если я такой же стану. Чтобы выстроить гармонию, требуется немало усилий. Чистое звучание зависит от каждого. Хор, рояль и дирижер на сцене – единое целое.